Это победа и это признание. В Шереметьевском аэропорту фанаты и пресса, репортеры и операторы. Все камеры и внимание к золотому бедуину, 15-му по счету в копилке команды за 15-ю абсолютную победу КамАЗа на самой экстремальной гонке планеты. Спасибо вам огромное всем, что вы сегодня с нами. Что вы сегодня приехали встретить команду и две недели были рядом. Две недели и 8 тысяч километров. Зной и аргентинское бездорожье. На Дакаре у татарстанцев новые личные рекорды. Во второй раз самым быстрым стал Эдуард Николаев. Так Николаев повторил рекорд Владимира Чагина два года подряд, оставаясь абсолютным чемпионом, несмотря на трассы и условия. Напомним, вот как КамАЗ побеждал в 2011 году, машина доезжала до финиша через заросли. И вот как четыре дня назад татарстанские джиггернауты в непреодолимых дюнах. Теперь можно и выдохнуть. КамАЗовцы приземляются в родных челнах. Не было выпущено и шасси, но самые близкие люди ждали уже у трапа. Отслеживали все его, как бы, как сказать, дни поездки, все точки. Очень волновались, болели, переживали. Понимая, что фанатов будет много, въезд на парковку аэропорта Бегишева только через пароль. Подъезжающих просят произнести «Дакар-2018», подтвердить, что навстречу. Конечно же, хотелось доставить радость болельщикам. Нигде так не встречают, как у себя дома на родине в набережных челнах на любимом заводе. Тепло и долго. Ожидаемо так и встретили в челнах, где до последнего верили, что их гордость вновь станет первой. И в этот раз ради российской победы КамАЗ-мастер обскакал самих себя, побив собственные рекорды. Рамиль Шайдулин, Динак Залива, Александр Ярошов, Ильша Таюбов, Альберт Шафигулин, ТНВ, Московская область Челны.